Аккумулятор на 15000 мАч, 26 часов экранного времени на максимальной яркости дисплея от сотки до 20%, час просмотра смешных видео на ютуб всего минус 4% аккумулятора. То есть при стандартном использовании вы этот смартфон будете заряжать не чаще одного раза в неделю, а при активном использовании раз в 3-4 дня. Заряжается он, кстати, тоже долго, 5,5 часов штатным адаптером на 18 Вт. Всем бодрого настроения, ребята, и сегодня про мега автономный смартфон с влагозащитой и противоударным корпусом HotWeb W10. В данной модели производитель сделал основной упор именно на автономность, в остальном смарт более чем прозаичен. Тут максимально простое железо, Proz Helio A22 4 гига оперативки и 32 гигабайта постоянной. Вся эта сборка не выбивает в Antutu даже 100 тысяч баллов. А еще на борту 12-й Android, для которого 4 гига оперативной памяти крайне мало. Поэтому смартфон тупит. Тупит постоянно, сразу из коробки. При запуске приложений, при переключении видео, про игры я вообще молчу. Это просто не его стихия. Запустить, конечно, можно, но все лагает даже на минимальных настройках по графике. Этот смартфон рассчитан на звонки, мессенджеры, соцсети и интернет-серфинг, что, собственно, также положительно сказывается на его автономности. Первое, на что обращаешь внимание при распаковке данного смартфона, это его вес и габариты. Он весит почти полкилограмма, и не дай бог его уронить себе на ногу. Ему-то ничего не будет, а вот я два дня хромал. Пользоваться таким кирпичом одной рукой крайне сложно. Смартфон толстый, так как, во-первых, батарея занимает прилично место, плюс противоударный корпус добавляет в габаритах. В кармане штанов такой особо не потаскаешь. Нужны подтяжки. Корпус прорезинен, но неразборный. В случае ремонта необходимо будет отклеивать дисплей. Расположение органов управления классическое. Справа качель громкости, плюс кнопка питания. Кнопки металлические, без люфтов, собрано все качественно. Слева под заглушкой гибридный лоток, симка-симка или симка-флешка, карты памяти поддерживаются максимум до 512 гигабайт. Снизу реверсивный Type-C разъем для подзарядки, сверху миниджек под наушники. С тыльной стороны на металлической вставке расположился блок камер и сканер отпечатка пальца. Для адекватной работы отпечаток лучше добавить несколько раз. После этого разблокировка снимается 10 из 10, но делает он это весьма медленно. Ниже расположен основной динамик, звук громкий, но соответствует бюджету смартфона. В комплекте вы получаете сам смарт, блок питания на 18 Вт, кабель и OTG-адаптер для использования смартфона в качестве пауэрбэнка. То есть от него можно вполне заряжать другие устройства, смартфоны, наушники, колонки и прочее прочее. Диагональ дисплея 6,53 дюйма, разрешение невысокое 720 на 1600 пикселей, тач на 5 касаний, лютые рамки вокруг дисплея, но неплохой диапазон яркости, максимально кстати 480 нит и цветопередача тоже мне понравилась. В целом дисплей можно сказать, что хороший, естественно по сравнению с конкурентами среди защищенных смартфонов в данном ценовом сегменте. NFC на борту нет, поддержка 4G сетей есть, Bluetooth версии 5.0, за навигацию отвечают GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Камеры в данном смартфоне больше для галочки. Основное предназначение это видеозвонки и фото-видео фиксация чего бы то ни было. Основная камера на 13 мегапикселей, разрешение фотографий в настройках изменить нельзя, только соотношение сторон и все. Видео снимает максимум Full HD 30 кадров в секунду, стабилизации естественно никакой нет, а фронтальная камера тут вообще на 5 мегапикселей. Цена. На Алиэкспресс она колеблется от 100 до 120 баксов, помноженная на внутренний курс рубля. В летнюю распродажу, когда курс был на минимумах, его можно было купить дешевле 6000 рублей, что для такого аппарата конечно просто подарок. Сейчас ценники естественно выше, но 22 августа на Али стартует еще одна распродажа. Какой там будет курс, я не знаю, надеюсь что получится закупиться на минималках. Вся актуальная информация о скидках, купонах и грядущих распродажах всегда есть в моей группе ВК и в телеграм канале, ссылки на них в описании. В целом смарт мне кажется интересным, невероятно автономный и защищенный гаджет по адекватной цене. Он однозначно найдет своего покупателя, хоть их будет и немного. Субтитры создавал DimaTorzok